МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удвоить население и не зависеть от нефти. Альметьевс готовится к трансформации города. Нам нужно расти, а по всем остальным направлениям подготовлен новый генплан. Жители жалуются на строительство бара. Нам ответили, что обязательно займутся нашим вопросом. Он будет расположен близко к домам и детскому саду. Люди боятся, что по ночам в микрорайоне будет шумно. Сейчас это заброшенное здание, а мог бы быть океанариум. Мы решили обустроить, создать свой проект. Такую идею предложили альметьевские дизайнеры, как вариант реконструкции кинотеатра Татарстан. Вышли из подъезда и попали на праздник. Соседи гуляли всем двором. А какой был повод? В эфире новости Юго-Востока Татарстана. В студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Удвоить население и не зависеть от нефти. Альметьевск ждут перемены. Институт пространственного планирования Татарстана подготовил новый генплан развития. А глава района Тимур Нагуманов обозначил ключевой курс. Он выступил на муниципальном часе. В документе есть пункт об увеличении численности населения с 213 до 400 тысяч человек. При этом доля нефтедоходов в бюджет Альметьевска должна снизиться с нынешних 60% до 30% за счет увеличения выручки от других видов деятельности. Количество рабочих мест тоже вырастет вдвое. У нас есть глобальная такая цель. Мы к 40-му году хотим вырасти в количестве населения примерно до 300 тысяч жителей. Об этом уже неоднократно мы говорили. Мы сейчас идем в этом направлении. И, конечно же, при неуменьшении количества занятых в сфере добычи нефти и отраслей с ними связанных, нам нужно нарасти по всем остальным направлениям, для того, чтобы у нас порядка 70% занятых было в других сферах бизнеса, в том числе в сервисных предприятиях и так далее. Говоря об этом, глава отметил, что остро встает вопрос по строительству жилья и социальной инфраструктуры и сообщил, что над этим работают. В этом году на территории Альметьевского района планируется ввести 125 тысяч квадратных метров жилья. Это на уровне 2023 года. Жители домов на улице Ленина пожаловались на строящийся паб во дворе. Заведение расположено близко к жилым домам и в 100 метрах находится детский сад. Они задают вопрос, законно ли его открытие, и опасаются за свой покой и безопасность. Сюжет Маргарита Трегубенко. Потом, когда уведомление нам прислали о том, что будет здесь публичное слушание, это здание будет использовано как под магазины, то есть и под офисы. И в итоге сейчас они перевели уже под, как он сказал, Тимур, общепит, да, под общепит. То есть столовая, либо же еда. При этом он утверждает, что здесь будет алкоголь не крепче пива. Крепкий или нет, неважно, считают жители, ведь это все равно алкоголь. А значит, непременно будут драки и беспорядок. Во дворе 187-го дома по улице Ленина построили здание. Стало известно, что там откроют паб. Жители возмутились и задались вопросом, законно ли это. В этом здании пока еще идет ремонт. Но местных жителей волнует тот факт, что маленькие дети будут возвращаться из школы детских садов, которая находится здесь очень близко, через питейное заведение. Чулпан Файзулина – активист дома, у нее трое дочерей. Просила депутатов помочь решить проблему. Но у них есть сроки рассмотрения, а за это время бар уже откроется. Она считает, что есть альтернативы. Место будет типа знаковое. Они говорят, что они хорошие, они качественные. И тем не менее, они продают алкоголь, а не какие-то там детские вещи. Замечательное место для детских центров. Замечательное место для небольшого магазинчика, варианта около дома. Может быть, ремонт одежды, ателье, что угодно. Что бытовые устойки, которые нужны нам. Хозяин решил, что это хорошее место для пивнушки. У Ольги тоже дети 15 и 9 лет. Младше учится во вторую смену, а путь к школе лежит мимо этого здания. Возвращаться домой придется, когда уже стемнеет. Она опасается, что дети будут вынуждены ходить мимо нетрезвых компаний. Сама обращалась в проблему к депутатам и в администрацию. Нам ответили, что обязательно займутся нашим вопросом. Так как, в первую очередь, у нас очень маленькое расстояние до садиков. Вот, если видите, вот здесь у нас садик, очень близко. И вот здесь садик. Сказали, что здесь расстояние меньше 100 метров. И здесь не должно находиться веселительное заведение, где будут продавать спиртные напитки, пиво. Жителям проблема знакома. Раньше во дворе уже была пивнушка, рассказывают они. И полиция приезжала часто. Ее закрыли. Теперь люди ожидают проблем из-за нового паба. Кроме того, перенесут мусорные баки, которые всегда стояли на этом месте. Ходить придется еще дальше, жалуются жители. Мы связались с директором сети. Он пояснил, что их франшиза – это совсем не то. И заверил, что проблем у жителей не будет. Нет, это совершенно другого формата заведение. Это заведение формата ресторан с хорошей качественной кухней, с хорошими качественными напитками. И предполагается, что там не будет какого-то губкостей таких, которые бы себя вели неадекватно. По крайней мере, наш опыт показывает о том, что за три с половиной года у нас практически никаких не было инцидентов, ни драк, ничего подобного. В исполкоме разъяснили, что нарушений со стороны владельца здания нет. Но если жители будут жаловаться на шум, информация будет передана в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Восемь лет лишения свободы получил Альметьевец. В мае этого года у супермаркета на улице Советской произошла драка. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы затем помогли восстановить хронологию трагедии. Мужчина разговаривал с матерью на повышенных тонах. Прохожий сделал ему замечание, и это стало поводом для потасовки. После избиения пострадавший скончался. Подозреваемого задержали и спустя 4 месяца вынесли приговор. Вину он признал частично, содеянным раскаялся. Суд переквалифицировал действия подсудимого со статьи 105 убийства на 111 статью умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. На календаре пятница, а значит в эфире, обзор свежей прессы. Очередной номер знамени труда посвящен двум главным праздникам начала осени. Дню знаний и Дню нефтяника. Вы найдете на страницах газеты статьи о начале нового учебного года в школах, колледжах и вузах города. И традиционном конкурсе профмастерства работников нефтегазовой отрасли. Также в номере можно почитать об окончании резонансного судебного процесса о брата убийстве. И сразу о двух юбилеях. Альметьевских огнеборцев, которые 70 лет обеспечивают безопасность на ключевых объектах района. И в 80-м сезоне драмтеатра. Авторы Альмета Нары рассказали читателям о семье Каримовых. Мать семейства Фанья получила медаль «Материнская слава» от руководства республики. Также в номере есть заметка о детском дорожно-транспортном травматизме, материалы о проекте фонда «Рухиад» и нелегком труде агрария. Также на страницах гороскопы, объявления и программа передач. Продолжаем выпуск. В Татарстане повысили единовременную выплату желающим заключить контракт. Со 2 сентября она составляет 2 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Сумма, которую получают контрактники, складывается из следующих выплат. От Татарстана 1 миллион 300 тысяч, Минобороны России 400 тысяч рублей, от муниципалитетов республики до 300 тысяч. В зоне боевых действий военнослужащие получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Создана целая группа, которая занимается с людьми, которые изъявили желание проходить службу по контракту. То есть желающие приходят в военный комиссариат, в 42 кабинет. Здесь его встречают сотрудницы. Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство России и ИНН. Паспорт военной билеты с ИНН и СНИЛС, прийти в военкомат, к нам в 42 кабинет, обратиться к нам, мы поможем, оформим и направим на службу. У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта сразу же выдают единовременную выплату. Обундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в самом Татарстане и в Самарской области. Они убывают в Казани, в Казани их полностью переобывают, то есть дают все в военную форму, одеваются полностью. Все остальные обмунирования они дополучивают уже в части. Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируется множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Семьи бойцов берутся под опеку властей. Военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи. Елена Баур, Эльнур Залятов, новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Вышли из подъезда и попали на праздник. Соседи гуляли всем двором. А какой был повод? Сейчас это заброшенное здание, а мог бы быть здесь океанариум. Такую идею предложили альметьевские дизайнеры, как вариант реконструкции кинотеатра Татарстан. Жители деревни Зайчишма самостоятельно скосили траву на местном кладбище. Люди обращались в сельский исполком, но реакции служб не дождались. По словам местных жителей, им ответили, что нет тракториста. Чтобы привести территорию в порядок, пенсионеры скидывались деньгами, на которые и наняли специалистов. А вот еще история дружных соседей. В Альметьевске становится все больше обновленных дворов. Проделанные работы завершает уже ставший традиционным праздник двора. Дети и подростки испытывают в деле качели и горки. Взрослым гостям торжества сидеть на месте тоже не пришлось. Перед импровизированной сценой развернулась танцевальная площадка, а возле одного из подъездов всех желающих угощали пловом. В центре танцплощадки, которая появилась прямо во дворе, Александра Безрукова с подругой. Женщины живут неподалеку и пройти мимо праздника не смогли. Радость такая. Смотрите, какую красоту сделали. Еще самое главное, очень большой этот двор. Очень большой. Много места, много детям. На импровизированной сцене организовали концерт для гостей праздника. Творческие коллективы и солисты исполняли песни на русском и татарском языках. С окончанием ремонта во дворе жители поздравили представителей исполкома и вручили активистам награды. Благодарственным письмом Совета Исполнительного комитета Альмитского муниципального района поощряется Бакиров, Фикрат, Аждароглы. Главные герои на новой площадке – дети. Мальчики оттачивают мастерство владения самокатом, а девочки упражняются в ловкости. Ксюша Антонова гуляет в обновленном дворе с бабушкой. Девочка любит не только кататься на горках и лазить. Ей нравится мастерить поделки и рисовать. Поэтому на празднике двора нашла, чем заняться. Она у нас любит творчество. Ей очень нравится. Она сначала пройдет все столики, все сделает там, порисует, потом попрыгает. Но она музыку послушает, потанцевать в это время. Любимое развлечение на улице у Ксюши Антоновой – батуты. Но если их нет, девочка скучать не будет. Тут мои друзья иногда гуляют. Тут можно познакомиться, поиграть спокойно. На праздники маленьким альметьевцам предлагали поиграть в боулинг, построить башни из конструктора и попробовать свои силы на ринге. Программа «Наш двор» действует уже 4 года. И за это время в городе и районе обновили больше 300 дворов. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Тоннель в аквариуме, ресторан, терраса. Альметьевцы предложили создать океанариум на месте старого кинотеатра «Татарстан». Проект разработали в фабрике креативных процессов. Там работает студия графического дизайна. Это не первая оригинальная идея преподавателя студии и его воспитанников. Маргарита Трегубенко расскажет подробно. Здесь на презентации объекта показано, что здесь двухэтажный аквариум. Заходишь в помещение и попадаешь в длинный тоннель. Проходя по нему, можно наблюдать различные виды рыб и кораллы. На первом этаже располагается фудкорт. Это может быть кафе или ресторан. Для тех, кто любит поесть на свежем воздухе, есть выход на террасу второго этажа. Сам аквариум по проекту двухэтажный. Там смогут разместиться даже крупные виды рыб. Мы уже думаем, что бы такое создать. И мы подумали, что у нас какие-то в городе есть объекты, которые не облагоустроены. И вот с целью благоустройства городской среды мы решили создать свой проект. Каскаду прудов, зону под мостом обустроить. И старый кейтет Тазарстан, который стоит бесхозный. Мы решили придать ему новый вид и новое назначение. Такой объект реально сделать в Альметьевске, считают фабрики креативных процессов. И разместить его предлагают в здании Старого кинотеатра Татарстан. Уроки для юных дизайнеров бесплатные. 15-летний Илья Немиров занимается на курсах графического дизайна с лета. Он тоже внес свой вклад в проект. Рассказал, что прототипировал остекление в проекте. Коридор, окна, балконы. Кроме того, предлагал свои идеи по зоне фудкорта. Мы получаем для себя пример, получаем опыт. И даем примерные работы для жителей Альметьевска. Задача курсов – научить молодых ребят разрабатывать дизайн-проект зданий и помещений. Преподаватель Вячеслав Трофимов считает, что такие уроки помогут в будущем молодежи определиться с профессией. И уже сейчас поучаствовать в планировании архитектуры города. У нас такой перспективный город, чистый, красивый, интересный. И строить у нас в городе интересный объект, мы подумали, что что-то такое интересное, необычное, то есть можно было бы тоже сделать. Свой проект команда предложит администрации города, а также презентуют и другие идеи для преображения Альметьевска. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Больше трех миллионов рублей жители Альметьевска отдали мошенникам только за минувшие сутки. В первом случае пострадал 61-летний мужчина после якобы взлома его аккаунта на госуслугах. Он отправил эфиристам почти полтора миллиона рублей. 71-летняя пенсионерка поверила человеку, который по телефону назвался представителем мобильной компании и в итоге потеряла 905 тысяч рублей. Еще одна женщина, 66 лет, лишилась 184 тысяч. Она хотела заработать на инвестициях. На такую же ловко попался 20-летний молодой человек. Он вложил 756 тысяч рублей в выгодный проект. В этом его убедили неизвестные. 33-летняя жительница обманулась при покупке смартфона в интернете и лишилась 28 тысяч рублей. И 41-летняя женщина пострадала, когда искала работу. Аферисты потребовали перевести больше 12 тысяч рублей, якобы для оформления документов. 33-летняя жительница попалась на удочку мошенников, пытаясь заработать на маркетплейсе. Перевела на продиктованный счет мошенника около 300 тысяч рублей. По всем фактам будут возбуждены уголовные дела. Обзор главных новостей других городов Юго-Востока подготовила Елена Бауэр. Бугульминку привлекли к ответственности за долг по алиментам. Женщина не перечисляла деньги на содержание собственного сына. Ее долг составил больше полутора миллионов рублей. Приставы составили административный протокол, а суд назначил наказание. 80 часов обязательных работ. Женщина их отработала. Сотрудники отделения продолжают навещать должницу. Ее предупредили о дальнейшей уголовной ответственности. Чтобы избежать судимости, женщина выплатила всю сумму долга. Житель Лениногорска перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей. В полицию обратился 33-летний местный житель. Мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Аферисты работали по схеме «нужно продлить действия сим-карты». И несколько раз звонили якобы из разных служб. Среди собеседников мужчины был псевдофинансист. Он сообщил, что на потерпевшего оформлено несколько кредитов. И чтобы от них избавиться, нужно снова взять кредит и перевести на безопасный счет. Итогом переговоров стал заем на 2 миллиона 800 тысяч рублей, которые мужчина перевел мошенникам. Возбуждено уголовное дело. Заянца подозревают в распространении наркотиков. Сотрудники полиции задержали мужчину, у которого при себе был сверток с непонятным веществом. Оно оказалось запрещенным. Вес свертка составил почти 26 граммов. Установлено, что задержанный занимался распространением закладок не только на территории Заянского района, но и других. Мужчине грозит уголовная ответственность. В Лениногорске в разгаре межрегиональные соревнования по боксу. На ринг вышли 60 спортсменов из Татарстана и регионов России. Состязания продлятся 5 дней. Участники 15-ти и 16-ти летние юноши и девушки. Поединки проходят в памяти у военнослужащих. Татарстан, Башкирия, Чувашия, Оренбургская область, Удмуртия, Пермский край, Мариэл. Такова география третьего турнира по боксу памяти трех танкистов, героев России. Лениногорца Дамира Исламова, казанца Дамира Гелимханова и амурчанина Ивана Цевуна. Поддержать ребят пришли родственники погибших бойцов. Мы очень благодарны организаторам, тренеру Дамира Исламова Альберту Искандаровичу. Он находит время проводить такой турнир, показать пример подрастающему поколению, показать пример патриотического духа, чтобы они знали своих героев. Поединки будут проходить в течение пяти дней. На ринге встретятся 60 боксеров, юноши и девушки в возрасте 15-16 лет, в 13 весовых категориях. Турнир класса «Б» проводится у нас впервые в городе Лениногорск. Спортсмены выполняют ромотив кандидата в мастера спорта. Дальше они могут выполнить уже мастера спорта. Конкуренция серьезная. Спортсмены проявляют силу воли, характер, стойкость. Победить здесь для них особенно важно. У нас были каждодневные тренировки. Мы тренировались утром, вечером, кроссы по утрам бегали, много занимались, спарринги, вольные бои делали. Подопечные Артура Галиулина – постоянные участники турнира памяти трех героев. Он тренирует победительницу первенства Европы Дарью Антипову. Кто-то будет выступать на первенстве России, кто-то станет чемпионом Европы, чемпионом мира. И эти ребята, кто-то из них, именно свою дорогу, именно начнут отсюда. Финальные бои состоятся 8 сентября. Призеры получат заслуженные награды. Наталья Лаконкина, новость Юго-Востока. А теперь расскажем, какой будет погода в Альметьевске и других городах Юго-Востока в ближайшие сутки. В субботу, 7 сентября, в Альметьевске сохранится малооблачная погода. Температура воздуха днем достигнет 24 градусов, вечером опустится до 17. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В Ознакаево, Бавлах, Бугульме, Заянске и Лениногорске будет солнечно. Днем столбики термометров покажут 22-24 градуса, ночью 15-18. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Если пропустили эфир, заходите на сайт. Там мы размещаем все выпуски отдельно и сюжеты. Находите нас в социальных сетях, там можно не только следить за новостями. Также вы можете предложить нам тему для сюжета, сообщить о проблеме или задать вопрос. Для связи также есть WhatsApp и Telegram-бот. Пишите. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова